я вас приветствую на нашем канале мы снимаем фильмы на все случаи жизни подпишитесь и вы на всякий такой случай сейчас многие радиолюбители выковыривают драгоценные металлы из различных радиодеталей но лет сто пятьдесят назад было не так и один мужик по фамилии холл взял вот такой большой кусочек золота пластину пропустил через него ток а перпендикулярно подключил вольтметр и когда подносил постоянный магнит к этому кусочку золота он видел что напряжение меняется так был открыт эффект холла сейчас эффект холла используется везде чтобы вы не держали в руках во всех телефонах есть датчик холла в ноутбуках есть датчик холла каждом автомобиле в системе зажигания есть датчик холла когда вы едете на лифте на каждом этаже стоит датчик холла который показывает на каком этаже вы сейчас но наш урок сегодня не про это датчик холла можно использовать еще и против настоящих воров если вы помните в одном из наших фильмов я рассказывал про герконовый датчик который чувствует открывается дверь или окно или закрывается в этом датчике стоит всего лишь навсего обыкновенный геркон герметичный контакт а в другой половинке находится постоянный магнит но ученые придумали кое-что поинтереснее они умудрились использовать датчик холла в похожем извещателе в этом извещателе нет никакого геркона в нем настоящий датчик холла а в другой половинке тоже магнит я сейчас покажу как он работает но досмотрите фильм до конца в конце фильма я покажу все хитрости подключения датчика холла в шлейф сигнализации мы используем извещатель который называется полюс x1 открываем его посмотрите очень маленькая плата клеммник с двумя проводами плюс-минус не указано потому что сюда можно подключать хоть плюс хоть минус в любую клемму сам датчик холла это вот эта маленькая деталька и так я подключил питание от блока питания постоянного тока через амперметр и буду подавать питание через амперметр и подносить магнит и мы посмотрим как меняется ток подаю напряжение я подаю около 15 вольт посмотрите ток сразу вышел на 10 миллиампер вся шкала у меня 15 значит сейчас показывает 10 миллиампер подношу магнит ток упал до нуля сейчас моя дверь закрыта если злоумышленник открывает дверь магнит отдаляется от датчика и ток сразу повышается до 20 миллиампер и так может продолжаться сколько угодно раз как вы поняли этот датчик в отличие от гиркона нуждается в питании поэтому он включается цепь с питанием по шлейфу и потребляет какой-то ток поэтому количество этих датчиков в шлейфе ограничено током потребления например конкретно у этого датчика ток потребления 30 микро ампер а допустимый ток в шлейфе у прибора к которому я буду его подключать полтора миллиампера значит таких датчиков в один шлейф можно подключить 50 штучек сейчас мы будем подключать этот датчик приемно-контрольному прибору и так я использую приборчик гранит 2 я уже построил шлейф подключил его вместо шлейфа номер один рассмотрим шлейф поближе шлейф у нас двухпроводный синий провод минусовой красный плюсовой я подключил сюда три датчика через распределительные коробочки и все три датчика я подключил по-разному первый датчик подключен четырехпроводным кабелем от распределительной коробки два плюса и два минуса плюс сходится в этой точке и минус сходится в этой точке второй датчик я подключил просто параллельно шлейфу один провод минусовой и один плюсовой а этот датчик последний шлейфе он подключен двумя проводами плюсом и минусом и посмотрите оконечный резистор стоит прямо на самом датчике он потом подожмется и спрячется в корпус этого датчика включаю приборную охрану теперь смотрите как ведут себя датчики убираю магнит этот датчик срабатывает от этого убирая магнит датчик срабатывает от последнего убираю магнит он тоже срабатывает как видим при трех разных подключениях датчики срабатывают как будто бы одинаково. Но теперь проведем один эксперимент. Представьте себе, что вор подошел и украл вот этот центральный датчик, который подключен двумя проводами. И посмотрите, провод оборван, но ничего не происходит. Датчик потребляет такой маленький ток, что исчезновение этого тока прибор не чувствует. Поэтому вот это неправильное подключение. То есть если вы подключаете свой датчик через распределительную коробку, вот таким способом двумя проводами, его ни в коем случае нельзя подключать, потому что ворюга может его преспокойно украсть. И прибор этого не почувствует. И сейчас вот этот датчик совершенно выведен из работы. Хочешь открывай окно, хочешь выноси его совсем, хочешь разрушать стену, на котором стоит это окно. Посмотрим на извещатель с оконечным резистором. Оконечный резистор мы поставили на самом датчике. Если бы мы поставили его сюда, то тогда вор мог бы точно также перекусить этот провод и выключить датчик из работы. Этот резистор защищает и датчик и себя и весь шлейф. При обрыве шлейфа между этим резистором и контрольным прибором в любом месте сработает сигнализация на обрыв шлейфа. А теперь посмотрите, что будет, если вор оборвет кабель, идущий вот к этому датчику. Этот кабель четырехпроводной с двумя плюсами и двумя минусами. Какой бы провод он не перекусил из этих четырех, шлейф обрывается и сигнализация сразу срабатывает. Итак, из нашего опыта вы поняли, что датчик подключать нужно четырьмя проводами, двумя плюсами и двумя минусами. Ни в коем случае не вот так. А оконечный резистор ставится прямо на самом последнем датчике, прямо на клеммнике этого датчика. Итак, мы сегодня изучили с вами охранный извещатель, работающий на эффекте Холла. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Удачи вам!